Ну, тогда поехали. Добро пожаловать на наш открытый урок, на наш вебинар, точнее даже на серию вебинаров. У нас их будет в итоге три. Будем рассказывать про геймдев, про геймдизайн. Будет очень интересно, поэтому будьте в курсе, подписывайтесь на все, на что я попрошу. Ну, тема нашего сегодня открытого вебинара – это навыки, необходимые геймдизайнеру. И я сразу говорю, что основан этот вебинар и информация, которая здесь используется на опыте разных студий, разных элит геймдизайнеров, которые нанимают геймдизайнеров. И, в принципе, на реальном опыте, а не на вымышленном. Вот, сегодня с вами буду я. Я руководитель курса геймдизайн с нуля в Отусе. В данный момент работаю LiveOps координатором компании NextGames. Про это я подетальнее попозже расскажу. И если захотите со мной связаться после вебинара или будут какие-то вопросы по поводу вебинара или геймдизайна, я вам оставляю ссылочку на свой LinkedIn. Если вы не знаете, что такое LinkedIn, я попозже детальнее расскажу, что это такое. Это своеобразная социальная сеть, поэтому я оставляю этот контакт, потому что так, в принципе, в индустрии принято. Вот, со временем вы поймете. О себе очень вкратце, потому что я еще про себя буду рассказывать. Но в целом я проработал 12 лет в игровой индустрии и работал над играми разных жанров, разных масштабов, в разной стадии готовности. Поэтому мне есть что рассказать. Я очень люблю рассказывать про игры. И даже когда я преподавал в университете, вообще другой предмет, не связанный с играми, у меня почему-то всегда уходило все в геймдизайн и в игры, и любая лекция превращалась со мной в лекцию по геймдизайну. Ну, тогда поехали. Правила у нас такие на вебинаре, что надо активно участвовать, задавать вопросы в чатик. Я все вопросы увижу, но не сразу, возможно, смогу на них ответить. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Возможно, просто не сразу будет моя реакция, так как я обычно в середине мысли не буду останавливаться. Маршрут у нас будет такой. Сначала мы с вами познакомимся, я немножко расскажу о себе. Потом расскажу, в принципе, про профессию геймдизайнера, какие бывают геймдизайнеры. Расскажу про навыки. То есть все это, в принципе, вместе даст вам картину понимания того, кто такой геймдизайнер и чем он занимается. И далее, если вам интересно, я вам расскажу, как в эту индустрию попасть, как стать геймдизайнером, как попасть в геймдев. И как логическое продолжение, расскажу про карьерные перспективы, в кого превращаются геймдизайнеры во всем этом игропроизводственном процессе. Докуда они могут забраться, перспективная ли эта профессия, нужна ли вообще она кому-нибудь. И в конце расскажу, с чего начать именно сегодня. То есть что вы можете для себя сделать, чтобы стать геймдизайнером. И в конце немножко порефлексируем, задаем вопросы, поотвечаем, в общем, пообщаемся. А цели у нас будут такие, что это, причем запомните, это на рефлексии мы будем вспоминать, нам нужно понять за этот вебинар, за эти полтора часа, может быть, даже немножко больше, чем занимается геймдизайнер, какие бывают разновидности. Возможно, если у вас уже есть желание стать геймдизайнером, вам не хватает вот какой-то направленности, то, возможно, разновидность геймдизайнера, понимание разновидностей вас направит в нужную сторону. И поговорим опять же про навыки и, в принципе, как стать геймдизайнером, как я говорил, про точки входа, про карьерный рост и тому подобное. Ну, давайте познакомимся, я очень кратко про себя расскажу, чтобы вы понимали вообще, кто вам рассказывает про геймдизайн и чем я вообще занимаюсь в геймдизайне и геймдеве. Вот, путь у меня начался довольно-таки интересно, но в какой-то степени стандартно. Я вошел в геймдев со стороны комьюнити и саппорта. Получилось так, что когда я был студентом, у меня не было мощного компьютера, чтобы играть в премиумные игры, в релизы актуальные. Поэтому я играл в социальные игры, в частности, в ВК была игра Мегаполис, и она мне очень нравилась. Я вообще любил сети-билдеры, тайкун-игры. И получилось так, что я забрался в топы в этой игре и очень много общался с игроками. И в какой-то момент компания Social Quantum, которая эту игру делала, она решила выделить такую должность, как комьюнити-специалист или элит-комьюнити. И плюс человек, который занимается саппортом, помогает другим игрокам. И меня взяли в эту компанию работать. Я работал дистанционно, три года. И когда закончил уже учебу, пошел уже в геймдев, потому что я уже знал, кем я хочу быть, когда вырасту. И поэтому я решил, что я хочу быть геймдизайнером, хочу в эту сторону развиваться, и меня ничто уже не остановит. Потому что я уже определился. Далее работал в большой русской компании Game Insight. Начинал геймдизайнером на разных проектах и потом стал креативным продюсером. А потом из этой большой компании, компания, по-моему, Game Insight 12 была в студии по России на тот момент, перешел в стартап финский, называется Bond Games, и делал там тайкун-игры, как лид-геймдизайнер. Далее я уже стал перемещаться по жанрам, пошел в компанию PlayStack, которая делает AR-игру. Также PlayStack знаменито тем, что они выпустили, точнее, они были издателем игры Mortal Shell. Может, вы слышали про такую. И потом меня вообще понесло во все тяжкие. Я пошел в компанию Dazzle Rocks. Dazzle Rocks занимается тем, что делает онлайн ММО мобильную. Что-то вроде MMO Tycoon, но там не такое упорное строительство, как мне хотелось бы. И так как, в принципе, я с этой игрой не сильно сросся, я перешел в более большую компанию, называется Next Games, где я сейчас работаю. И плюс вот этой компании и работы в ней по сравнению с тем, что я делал до этого, это то, что игры, которые мы делаем, это игры по IP. И у этих игр уже изначально есть аудитория. И вот это мне очень нравится. То есть делая игру по ходячим мертвецам или по странным делам, ты уже заведомо делаешь что-то, у чего есть аудитория, и ты можешь какой-то отклик с этой аудиторией собирать. То есть мне вот это очень нравится. Ну, плюс работа с IP-холдерами тоже довольно-таки интересный процесс. Ну, давайте пойдем по теме, поменьше обо мне, побольше о профессии. И начнем с такого реального базового вопроса, кто такой геймдизайнер? Хорошо, спасибо за активность в чате. Вот, и тогда мы можем уже на полной скорости идти по нашей теме. Сейчас я кое-что проверю. Супер, супер. Ой-ой-ой. Нет. Вот, пойдем по теме. Все отлично, у всех все заработало. О, одна фамилица. А, здорово. Тогда пока я буду рассказывать про геймдизайн, вообще про геймдизайнеров, можете написать, есть ли у вас какой-то опыт в индустрии. Может, вы уже работаете в индустрии, хотите стать геймдизайнером, либо вы вообще с нуля. То есть, было бы интересно вот такую своеобразную статистику собрать, если можно. Ну, давайте поговорим о геймдизайнере, как о профессии. Так сложилось, что до сих пор слегка ходит такой стереотип, что геймдизайнер – это не профессия. То есть, такой профессии не существует. И несколько лет назад, то есть, когда зарождалась игровая индустрия, когда была эпоха NES, NES, Dendy, Sega, такой профессии на самом деле не существовало. И фишка была в том, что продукты, которые выпускали компании, да, появилась вот, появилась первая игровая приставка, да. Ну, ладно, не первая, Atari не берем, так что-то, и то, что было до нее. Появились игровые приставки, которые стали более-менее популярным продуктом, да. То есть, приставки, которые можно было купить в супермаркете для семьи, это был семейный продукт. И компании, которые работали над разработкой этих приставок, плюс сабконтракторы этих компаний, должны были для этих приставок выпускать игры, чтобы приставки продолжали продаваться, да. А взять тот же NES, то есть, прародитель пиратской в России Dendy, да, Nintendo Entertainment System. И суть была в том, что компании делали игры по 2-3 человека в команде. То есть, была, допустим, задача, вот у нас есть такая-то идея сделать игру про роботов, да. И ставили 2-3 программиста, которые работали над этой игрой, и, по сути, геймдизайнеров выделенных не было. Существовали программисты, которые просто создавали эту игру. Плюс, учитывая, что это были 8-битные игры, нарисовать это тоже было не очень сложно изначально, да. И так же так получилось, что в компании Nintendo, да, которая, вот, собственно, и создала NES, NES и так далее, появился такой человек, первый выделенный геймдизайнер. И это был Сигеру Миямото. Вот, если вы знаете, кто он, пишите в чате, хотя на слайде уже есть подсказка. Ну, можете написать, какие игры он создал, какая ваша любимая. Вот, суть в том, что у Сигеру Миямото, у него не было программистского образования, то есть, он не был программистом. Он, на самом деле, был в какой-то степени архитектором. И он хотел просто сделать игру, которая была бы своеобразным детским воспоминанием, то есть, игра, которая бы напоминала ему о детстве, когда он бегал по холмам, искал всякие пещеры, кругом были грибы, ягоды, черепахи и так далее. Вот, собственно, эту игру он и создал. И суть была в том, что, когда он ее дизайнерил, то есть, делал для нее дизайн, он делал просто на линованной бумаге. По сути, это был размап уровней, который он создавал. И он не писал код, а он именно придумывал саму эту игру. Вот, и так получается, что геймдизайнеров до того, как стали выделять Сигеру Миямото или выделили Хидео Кодзиму, по сути, не существовало как профессии. И очень долго этот стереотип в индустрии существовал. Вот, если вам, кстати, интересно про Nintendo и их становление, есть очень интересная книга, как референс, я тут скинул, называется «Как Nintendo завоевала мир», и она есть в переводе, поэтому можете почитать, если вам, в принципе, интересна вот эта история. И далее уже, когда геймдизайнеры как профессия стабилизировались, стабилизировались, стали своеобразным соединяющим звеном между художниками и программистами, на них стали все больше возлагать ответственности. И так как они были креативным движком всего этого процесса, они и стали, по сути, придумывать игры, да, они стали дизайнерить игры, то есть геймдизайн, дизайн игры. Вот, и в современной индустрии уже более конкретные роли выделяются геймдизайнеру, что, допустим, у нас есть структура проекта, да, в этой проекте есть product manager, project manager, product owner, они задают какую-то, которая идет от них, к ним, от верхушки, какую-то задачу, которую геймдизайнер решает, вот, в корпоративном секторе, если так можно выразиться, да, то есть, по сути, геймдизайнер из такого бунтаря-мечтателя, да, как Сигеро Миемото, Хидео Кодзима или Ромеро, они превратились в обычную стандартную офисную работу, да, то есть человек, который был креативным мечтателем, стал вот этим вот кусочком корпораций, которые продают игры, чтобы продавались консоли и так далее и тому подобное, но этот геймдизайнер, как и писатель, возможно, даже как художник в какой-то степени, он не лишен вот этого момента, когда у него есть чистый лист, да, на котором он не знает, что делать, не знает, какую игру придумать, даже сейчас, вот, допустим, я работаю в компании, но у меня есть своя идея игры, и я хочу что-то реализовать, но для этого мне нужно просто сесть и расписать эту идею, и я снова, как вот любой другой творческий человек, сталкиваюсь с этой проблемой чистого листа, и получается, что геймдизайнер все-таки не совсем потерял вот эту вот творческую, так сказать, изюминку своей работы, и несмотря на то, что он, да, у него есть конкретные задачи в ежедневной работе, все равно в нем есть вот эта творческая жилка. Вот, ну давайте более конкретно, более кратко, что ли, именно про роль в команде. Получается, что в команде у нас всегда есть, ну, если это нормальная, цельная, солид-команда, да, у нас есть художники, которые делают арт для игры, у нас есть программисты, которые делают клиент, сервер для игры, и у нас есть какая-то задача, которая идет сверху, но, получается, геймдизайнер, он в центре этого процесса, то есть он знает, какая механика будет игры, у него есть виденье, да, и ему нужно заказать такой арт, который мог бы использоваться в игре, подходит ей по концепции, естественно, он все это обсуждает с лид-художником или там с арт-директором компании. У него есть программисты, которые задают определенные ограничения. Получается, что вот это мы не можем, да, заходить, потому что, потому что. И геймдизайнер начинает думать, а как бы мне закостыли с геймдизайнерской точки зрения, чтобы моя идея все еще была полноценной. Вот, и получается, чтобы программисты, художники, у них у всех была работа, геймдизайнер постоянно делает мокапы, драфты, то есть мокапы – это грубые наброски интерфейса, грубые наброски механик, драфты каких-то механик и тех же интерфейсов. То есть, по сути, этот человек в компании умеет все, но ничего конкретного. То есть, он такое своеобразное соединительное звено. Понятно, что если уйти в какую-то специализацию по геймдизайну, мы об этом поговорим попозже, у него есть конкретная задача, но в целом геймдизайнер, вот джуниор геймдизайнер, он такой человек, который делает все и ничего, то есть все то, чего не делают другие. Вот, а в более таком глобальном плане геймдизайнер у нас уже получил такой своеобразный статус рок-звезды в некоторых компаниях, если это большая компания, ААА-проекты, какие-нибудь студии типа Санта-Моники, которые делают там God of War и так далее. Получается, что если геймдизайнер все сделал хорошо, то он получает все лавры. То есть, он придумал игру, он придумал механики и так далее. Но если игра проваливается, геймдизайнер как раз тот, кто собирает все шишки. То есть, даже если что-то с технической стороны глючит, не будем брать в пример неработающие серверы какой-то игры, но если в игре много багов, то есть, очень часто винят именно геймдизайнеров почему-то. Если там кривой арт не туда используется, где-то торчат текстуры, тоже, по сути, шишки собирает геймдизайнер. Поэтому, как бы, это очень ответственная профессия и очень размазанная в зависимости от того, чем занимается компания и в каком жанре делает игры. Но если это вкратце. Давайте пойдем тогда дальше. Какие бывают геймдизайнеры, я вам расскажу. То есть, есть несколько разновидностей в зависимости от масштаба проекта, масштаба студии, в зависимости от наполняемости команды и в зависимости от иерархии. Вот с иерархии давайте тогда и начнем. Вот получается, самое как бы низшее звено геймдизайна, мне очень красиво, конечно, звучит, низшее звено, но самый базовый сотрудник на любого уровня команде, именно геймдизайна, это джуниор геймдизайнер. То есть, человек, который в команде выполняет те задачи, на которые у остальных нет времени. То есть, очень часто берут джуниор геймдизайнера, потому что, допустим, у меня нет времени заполнять конфиги, или у меня нет времени, я не знаю, отсылать переводы, ну, образно. И джуниор геймдизайнер, он занимается всеми этими задачами. Но, допустим, я как лид геймдизайнер бывший, я очень люблю джуниор геймдизайнеров, потому что это люди, которые еще не испорчены вот этой игровой системой, ограничениями, да, вот эта метамеханика, это порлуп, у этих людей очень чистый взгляд на вещи и очень сильно работает фантазия. Плюс, так как они заинтересованы в заходе в игровую индустрию, у них очень часто получается очень хороший опыт отыгрыша игр определенного жанра. Если, допустим, я бы делал какую-то лыжевалку, я бы, скорее всего, взял геймдизайнера, точнее, джуниор геймдизайнера, а кого-то, у кого очень большой опыт именно в этих играх. И так получится, что вот этот джуниор, если я уйду из компании, так у него большой опыт, его сразу как бы поднимут на уровень, чтобы он как бы сам за себя отвечал. У меня, в принципе, такой опыт был, поэтому не стоит недооценивать джуниор геймдизайнеров и не стоит бояться стучаться в двери. Про это я детально расскажу сегодня же. Но джуниор геймдизайнер – это очень ценная единица именно в компании или в проекте даже. Можно взять отдельно стоящие проекты. И джуниор геймдизайнер у нас обычно эволюционирует либо просто геймдизайнера, либо в МИДа, либо, как вот тут показано, в сеньор геймдизайнера или даже лид геймдизайнера. Различается, естественно, это набором ответственности, набором тем, с кем общается данный геймдизайнер. Допустим, если джуниор общается только со своим медлом, то лид геймдизайнер уже общается с продуктами, общается с продюсерами и так далее, то есть и больше влияет на саму реализацию. То есть лид геймдизайнер может сказать, вот эта механика морально устарела, мы не будем ее использовать. Вот когда джуниор геймдизайнер, естественно, не может такое сказать, потому что у него пока нет веса именно в команде, именно в компании, но он постепенно этот вес наберет. Вот, и, как я сказал, то есть лид геймдизайнеры обычно замучены жизнью в какой-то степени, да, как мы видим на примере, когда у джуниоров, у них есть вот эта искра еще, и это очень, очень как бы радует, когда в студию или в команду к тебе проходит такой джун, у которого реально горят глаза. Вот, далее давайте уже тогда по специфике пробежимся. Можете в чатике, в принципе, я спрашивал, есть ли у кого-нибудь опыт в игровой индустрии или кто-то с нуля заходит, можете, в принципе, написать, если не слышали до этого или не написали, или что-то не работало. Попробуйте сейчас написать, мы потом это обсудим. Вот. А виды геймдизайнеров? Собственно, один из видов геймдизайнеров это левел-дизайнер. Чем он отличается от обычного геймдизайнера? Суть в том, что у этого геймдизайнера определенные задачи, да, и если команда уже сформировалась, в ней есть вид геймдизайнера, который отвечает за видение, за реализацию, а даже иногда за инструменты, которыми используются, у левел-дизайнера, у него уже обычный утвержденный набор инструментов, в котором он должен ориентироваться, у него определенные задачи, и его работа отталкивается от того, что в самой концепции задает лид геймдизайнер, или, в принципе, геймдизайнер, с которым он работает. Допустим, у нас такой-то левел, на нем вот такая-то сложность, такие-то активности, такие-то ограничения. Вот тебе нужно сделать, чтобы игрок провел столько-столько времени, какие-то были выводы, и в конце у нас кат-сцена, которая приводит к такому-то эмоциональному моменту, то есть левел-дизайнер именно работает со всеми вот этими моментами, плюс ему нужно отталкиваться от того, чтобы левел был понятный, то есть когда игрок заходит на левел, он понимал, куда идти. Вот всем этим инструментарием обладает как раз левел-дизайнер у нас. Далее специализация дизайнеров это UI-UX дизайнер, то есть это человек, который занимается интерфейсами и юзер-экспириенс, то есть опытом, впечатлениями, которые получают игроки. Если у такого дизайнера нет опыта кодинга, то он, скорее всего, делает мокапы, которые функциональны, допустим, в мокап.io, либо делает приближенные мокапы даже в Google Doc. То есть изначально его работа вообще может начинаться на салфетке и переходить в Google Doc либо в тот же мокап.io, либо он может делать на Unity или на Unreal верстать примерные интерфейсы, то есть очень грубые. Но этот дизайнер, UI-UX дизайнер, понимает, что у нас есть, допустим, три перехода в окон. Это максимально допустимая глубина, после чего пользователи начинают теряться. Либо он понимает, что вот у нас игра в таком-то жанре, значит интерфейс должен быть допустим, это гиперказуальная игра, интерфейс должен быть максимально упрощен. Либо если это игра для каких-то хардкорщиков, то тут как бы он может себе позволить небольшую перенасыщенность. Есть такое даже понятие у UI-UX дизайнеров, это анализис-паралисис, когда вот ты заходишь в новый интерфейс и в нем три ключевых, допустим, элемента, может быть, максимум, которые позволяют тебе сориентироваться в этом интерфейсе. И если, допустим, это хардкорная какая-то игра, то UI-UX дизайнер может позволить себе немножко расслабиться и добавить лишних кнопок, допустим, в игру. Вот, естественно, за хат, то есть за основной интерфейс тоже отвечает дизайнер. И иногда даже отвечает за то, как игра выглядит, если в ней вообще не будет интерфейса. То есть они часто проводят такие тесты, когда вырубается весь интерфейс, который они сделали, и они вместе с дизайнером идут по игре, пытаются понять, нужен ли вообще этот элемент. Вот, один из примеров специализации дизайнера. Далее у нас геймплей дизайнер. Почему я поместил тут контрол? Потому что сегодня как раз увидел объявление, что Remedy ищет геймплей дизайнера, и по сути геймплей дизайнер отвечает за геймплей, да, отвечает за те механики, которые используются в геймплее. Допустим, в контроле это, да, левитация и бросание предметов. Это, по сути, зона ответственности геймплей дизайнера. Далее у нас более понятный это нарратив дизайнер. То есть это человек, который занимается тем, как подана история, или как пользователь прогрессирует по игре, как он понимает историю, какие тексты используются, как, допустим, даже какие-то геймплейные элементы раскрывают нарратив игры. То есть это не только про текст, не только про сценарий, да. Очень часто нарративный дизайнер каких-то интуитивных играх занимается именно тем, что пытается понять, как вообще работает игра и рассказывает историю, не давая никаких текстовок. Вот. Или с другой стороны, да, если мы прям в экстрим пойдем, у нас есть игры типа Match 3, сети-билдеры, в которых тоже можно подавать истории и по сути эта история может быть рассказана через тексты, через какие-то баблы всплывающие, через описание предметов. Вот. Поэтому как бы нарративный дизайнер, он может быть даже во free-to-play индустрии очень востребован, если проекту требуется вот такая подача. Либо если в команде понимают, что вот мы вот в этот момент уже не можем без нарративного дизайнера, нужно, чтобы кто-то специализировался на текстах, на тултипах, на подсказках, на описаниях, плюс, возможно, ввел какой-то глобальный сюжет, если это человек с какими-то сценарными навыками, да, он там прочитал даже нет, но это грубо, конечно, говорит, что он прочитал руководство по сценарному делу, но в принципе понимает, да, структуру истории, биты истории, как подавать истории, вот в принципе такой человек полезен будет в команде, вот, кстати, про то, что кто-то что-то прочитал, на самом деле очень часто бывает в индустрии и до того, как удаленка стала очень популярной, точнее, даже не очень популярной, а необходимости, да, очень было часто так, что работа была только в офисе у компании, вот тот же Game Insight, у него был только офис, точнее, 12 офисов, и нанимали именно в городах дизайнеров, и так получалось, что это люди без какого-то специального образования, которые, даже без технического, просто, я их иногда называл, то есть приходилось обучать таких дизайнеров, я их называл городскими сумасшедшими, ну, естественно, любя, вот, в том, что это человек, у которого есть какая-то наклонность, которую он сам распознал, и ты в нем видишь, что он действительно это может, и ты можешь эту наклонность в нем развивать в определенную направленность или специализацию геймдизайна, вот, допустим, человек очень сильно увлекается сценарным девом, очень любит читать, сам что-то пишет, то есть такому человеку дорогу в нарративные дизайнеры как бы обязательно, если он хочет в геймдев. Вот, дальше у нас идет балансер, либо экономий дизайнер называют, либо дизайнер систем, суть в том, что это профессия, то есть это специализация геймдизайна, стрим падает, сейчас проверим все, да, вот, мы сейчас проверим, чтобы ничего ни у кого не падало, а я продолжу пока рассказывать, в любом случае у вас к этой информации будет доступ. Вот, давайте проверим по балансеру, потому что это очень важная тема, так как очень много компаний, в которых набрали, да, геймдизайнеров, еще когда просто был геймдизайнер, да, не было такой сильной специализации, и никто не хочет заниматься балансом, вот, были такие примеры, я вот сам видел довольно-таки много, и на баланс брали просто того, кто меньше всех сопротивлялся, либо тот, кто не мог оказать, и получается так, что вроде как бы геймдизайн, да, это творческая профессия, где куча креатива, и с другой стороны у нас есть балансер, да, который должен все время сидеть в Excel-таблицах, должен все время рассчитывать, делать там по методу Монте-Карло анализ и так далее, вот, и получается так, что в определенный момент всплывает очень много вакансий, обычно под осень, когда начинаются новые проекты, то есть вот студии отдохнули летом, и ну, в августе, не, наверное, в августе, в августе начинается вот это своеобразный набор, и очень много появляется вакансий именно на балансеров, и получается так, что если вы вдруг хотите попасть в индустрию, у вас сильная математика, понятно, что у вас могут не гореть глаза, но вы можете себя убедить, что вам нравится балансить, вы зайдете в геймдев, а дальше уже как бы запрыгнете на медла, на лид-геймдизайнера, если как бы покажете знание продукта, или знание игры, или вообще как работают определенные тулзы в компании, то есть определенный инструментарий, вот, поэтому очень много людей, которые убедили себя, что они могут балансить, и в принципе, если посидеть, разобраться, методов не так много, у нас, мы на курсе все это проходим, вот, методов не так много, жанров тоже на самом деле не так бесконечно, и тогда вы разберетесь именно вот в этом жанре, в котором вам придется работать, когда вы разберетесь в остальных примерах баланса, то в принципе вы уже поймете, где можно проявить фантазии, и что это не такая сложная работа, но почему-то люди вот исторически боятся балансей, у нас вот был случай, что взяли в компании девочку, которая просто отучилась на математике, я не помню, то ли учитель математики, ну что-то такое, то есть она очень хорошо шарила в математике, и ее взяли просто балансить, проверять, допустим, дизайнер поставил шанс выпадения такого-то предмета, и она все это проверяла и пересчитывала, вот, поэтому в геймдег можно зайти с этой стороны, вот, и еще у нас одна специализация есть, она довольно-таки широкая, ее называют фичер-специфик дизайнер, то есть это дизайнер определенных фич, получается, может быть так, что в компании во все продукты, допустим, там есть 5-6 игр, решили добавить кланы, ну, как пример, кланы сейчас везде уже есть, но решили добавить кланы, и выделили дизайнера, который будет заниматься этой фичой, и получится так, что он эту фичу знает досконально, знает, как ее разрабатывать, его задача будет только от проекта к проекту ее реализовывать, а пока он пройдет все 5-6 проектов, уже появится новый проект, где нужно делать кланы, и так получается, что человек в этой фиче своеобразно застревает, да, и появилось очень много как бы фичер-специфик дизайнера, то есть дизайнер, который либо работает с определенным инструментарием, да, есть такие инструментарии дизайнера, называется газборд, там вбивается часть баланса, часть live ops, вот, то есть ищут дизайнеров, которые разбираются в газ, либо дизайнеры, которые делают, опять же, социальные фичи, да, раньше еще делали виральность, но виральность как бы как хича умерла, даже перетекла скорее в маркетинг, вот, и получается так, что от компании в компании есть фичер-специфик дизайнеры, и они могут переходить из компании в компании, не меняя своей вот этой направленности и просто отрабатывая свой инструментарий, то есть это очень интересный кейс, но он скорее исторически случайно складывается, чем получается специально, вот, как-то так, допустим, вот сейчас NFT, да, становится популярной, я видел уже несколько объявлений, где ищем продакт-менеджера на NFT, думаю, со временем начнут искать дизайнеров, которые будут внедрять NFT, то есть вы можете, кстати, запрыгнуть на волну, разобраться в NFT, и прийти в компанию и сказать, вот я знаю, как внедрить в экономику NFT, то есть вот такой пример, да, следить за трендами и пытаться как-то на ней заскочить, вот, и отдельно я решил выделить своеобразного геймдизайнера, понятно, что это может быть и джунер, может быть мид геймдизайнер, может быть даже сеньер, но в какой-то степени это мастер на все руки, то есть человек, который за всеми что-то доделывает, либо берет задачи, которые свободны, такой Jack of all trades называют на английском, то есть мастер на все руки, то есть специалист во всем, но ни в чем, и очень часто бывает такое, что в командах как раз есть вот такой один дизайнер, который вроде везде шарит, пока все ходят в отпуск, он все за всех доделывает, и он в итоге может вырасти в кого-то даже типа лид геймдизайнера, потому что он знает, как работает вообще абсолютно все в компании, ну не считая код базы и там серверов, вот, и еще один пример, это стендалон геймдизайнер, получается так, что у нас сейчас эпоха стартапов, юникорнов, и очень много маленьких команд, которые живут за счет того, что живут в принципе за счет инвестиций, да, есть студия, в ней там 10-15 человек, у них классная идея, они ее делают, у них там несколько кодеров, раньше их директор сам дизайнерил, но теперь у него нет времени, потому что он общается с инвесторами, и они нанимают дизайнера, и по сути это стендалон геймдизайнер, который тоже, опять же, делает все, но участвует во всех процессах вот этого стартапа, или даже маленькой команды, бывает так, что даже в больших компаниях, когда начинает разрабатывать новый проект, остается предыдущий проект, и этим проектом надо управлять, и на него обычно не кидают трех-четырех дизайнеров, если он не суперприбыльный, если он не такой evergreen, не люблю это слово, но его используют, evergreen проект, если он не evergreen, то с него дизайнеров уводят, потому что надо дизайнерить новую игру, а на этом проекте остается один человек, вот и он и есть, как раз стендалон геймдизайнер, который, по сути, разбирается во всем, работает со всеми прогерами на проекте, со всеми художниками, и он такая точка истины, называется source of truth, то есть человек, который может на любой вопрос по проекту ответить, если вдруг появится, вот, и бывает такая судьба у этих дизайнеров, что они либо становятся продактами, да, продакт-оунерами, продакт-менеджерами, потому что они понимают, как работают проекты, где не хватало людей в какой-то момент, где он за кого-то дорабатывал, вот, либо его просто перекидывают от одного такого проекта к другому, то есть все зависит от его активности, вот, но это, в принципе, общая картина видов геймдизайнеров, я, возможно, упустил какую-то нюансовую специализацию, да, но в принципе можно запихнуть в фичер-специфик дизайнер, то есть дизайнер определенных фич, вот, давайте тогда поговорим про навыки. Так, я еще раз проверю, у нас все работает, все лавит, отлично, вот, я вопрос вижу, я на него чуть попозже отвечу, пробежимся и потом пообщаемся уже, вот, поговорим про навыки, то есть это, в принципе, ключевая тема, да, нашего вебинара и в какой-то степени я не хочу вас ограничивать, да, вот, какими-то определенными навыками, я скорее хочу дать своеобразный старт и мотивацию, что вы можете в любой момент начать все это изучать и прийти к геймдизайнерству, вот, давайте тогда начнем с самого такого простого, базовый английский, игровой английский, вот, зачем очень часто требуют английский, бывает, конечно, в компаниях обучают английскому уже потом, после того, как намерили, но базовый английский или игровой английский нужен для того, чтобы понимать терминологию, да, мы понимаем, что вся IT-индустрия построена на английском языке, вот, и геймдизайн это не обошло стороной, и получается так, что, вот, допустим, в компании компания была маленькой, у них была какая-то идея, допустим, сделать клоун Диабло, да, какой-то Диаблоид, и получилось так, что вся терминология, которую они используют у себя в проекте, она взята из Диабло, вот, то есть, если мы не знаем, да, мы не играли в Диабло вдруг, или мы не любим этот жанр, и мы приходим в такую компанию, мы очень часто теряемся в их сленге, и вот специфичных вот этих терминах, и с другой стороны, да, мы посидели в этой компании, поняли их терминологии, мы переходим в компанию, которая вообще занимается другим жанром, и они вместо перков и бафов называют вещи вообще другими словами, вот, и получается так, что если мы, в принципе, с базовым английским дружим, мы сможем разобраться в контексте, что это все значило, плюс очень часто бывает так, что релизы некоторых игр, да, которые идут там в софт-планч, либо альфа-версии, в них только английский, и нам как бы нужно понимать, разбираться, даже если мы работаем в небольшой русской компании, которая все равно делает на американский рынок, нам все равно нужно понимать, о чем вообще там речь идет, вот, никогда не поздно начать вообще с нуля, даже если вы не учили английский, но если у вас он уже есть, я считаю, это уже как бы преимущество, мне это помогло, допустим, я когда с комьюнити и саппорта переходил в геймдизайн, я просто перескочил за счет английского, потому что у меня был английский, и получается так, что я даже тестовое задание не делал, потому что я уже все понимал, о чем они говорили, вот, поэтому я считаю, что английский важно, начинайте учить, если не начали, и многие проекты в которые вы играете, если вы отыгрываете много проектов, вы наверняка уже знаете всю терминологию, поэтому нужно убедить себя опять, что вы знаете, либо убедить рекрутера, который вас занимает. Вот, следующий навык, очень важно, я считаю, это умение выразить свою идею словами или текстом. Вот, суть в чем, если у нас есть какая-то концепция в голове, какая-то идея, если мы не можем даже другу объяснить, не можем ее расписать, неважно, словами, либо текстом в документе, если мы не можем эту идею выразить, то как мы превратим ее во что-то существующее, во что-то реальное. Вот, если вы как бы не умеете учитесь выражать идею, тренируетесь, расписывайте. Я вот, допустим, в начале, еще когда начинал работать гейм-дизайнером, у меня был блокнот, я туда все идеи записывал, старался сразу их разрисовать как-то, то есть сделать какой-то наброс, набросок, а не просто, да, у меня был момент, когда меня позвали на гейм-джем, вот, мне говорят, а какую, какую игру ты хотел бы сделать, я говорю, игра про двери, то есть у меня в голове была вот эта идея игры про двери, но я не мог ее выразить, вот, поэтому мне потребовалось какое-то время, чтобы уже потом расписать, уже гейм-джем прошел, у меня в голове сидела эта идея, вот, я ее уже потом для себя расписал, но просто тренируйте эту мышцу свою в голове и сможете спокойно, спокойно выражать другие идеи и переформулировать другие идеи, чтобы они как бы звучали адекватно в контексте вашей игры или вашего какого-то концепта, вот, далее у нас два пункта, я бы их даже совместил, это относительная открытость и умение выражать критику, вот, суть в чем, если мы не умеем принимать критику, если мы не умеем принимать критику, то нам может быть очень больно в гейм-деве, в принципе, да, потому что не каждый человек может коммитить код, да, то есть критиковать код, не каждый человек обладает какими-то художественными навыками, чтобы критиковать арт, да, или какие-то рисунки, но каждый человек может поиграть, была даже у нас такая ошибка в компании, что даже, как бы, клининг-менеджер может поиграть в игру и выразить свой фидбэк, да, написать какой-то фидбэк, какую-то критику, то есть нам важно принимать критику, потому что она будет идти отовсюду, если игра будет популярной, она будет идти из комьюнити, и нужно, как бы, своеобразно такой щит в себе сформировать, что, я принимаю эту критику, обрабатываю, да, могу даже завести эксельку, в которой вот такие-то отзывы у меня записаны, хорошие, плохие, и очень часто бывают Россия, допустим, или в принципе страны СНГ, они не избавились еще от этого, что у нас очень сильное, я называю, power distance, да, то есть отношение к власти, если человек выше должности, чем мы, то очень часто до сих пор от этого не избавились, точнее, не везде избавились, он считает, что он может выражать свою критику, не стесняясь выражения, то есть, и нам, как человеку, который ниже по должности, нужно уметь принять эту критику так, чтобы за фоном вот всяких непонятных нецензурных выражений, да, и тому подобное, ну, это я утрирую, конечно, сейчас такого не так много, но, в принципе, за фоном, за потоком этих слов мы должны выцепить ту самую ценную критику, которую этот человек нам дает, если он обладает большим опытом, ему есть на что опереться, и, в принципе, он делает это, потому что он понимает, да, индустрии или жанр, вот, наша задача, как геймдиза, выцепить вот это зерно истины из этого потока слов и применить в проекте, чтобы, как бы, проект развивался, вот, плюс геймдизайнеры, в принципе, в какой-то степени, я бы даже сказал, немножко все интроверты, но, если геймдизайнер хочет становиться чем-то большим, то есть, идти в какие-то креативные лиды и так далее, ему нужно себе вот эту открытость развить и не бояться выражать свое мнение, потому что, вот проходит общее собрание, допустим, у нас на проекте, вот у нас продакт-оунер, который не разбирается в геймдизе, но это грубый пример, но он просто постоянно говорит, то есть, он заполняет собой пространство и наша ценная идея может просто не пройти через вот этот фон, который он создает, поэтому нам нужно не бояться это мнение выражать, то есть, либо себя, я постоянно это говорю, надо себя убедить, что ты это можешь, и ты, в принципе, в какой-то момент начнешь это делать, поэтому как бы открытость и умение принимать критику, они вот идут вместе, потому что они для геймдизайнера довольно-таки важны, если он хочет развиваться и не хочет быть тем самым разработчиком, который сделал игру, выпустил, замкнулся в себе, он не знает, как бы, что там происходит, потому что, в принципе, в конечном счете мы делаем игру для людей, то есть не только для себя самого, потому что это наш там обожаемый, любимый проект, наша идея, но в эту игру будут играть люди и люди, которые хотят, чтобы игра развивалась, возможно, они, опять же, не очень аккуратны в выражениях, но они хотят, чтобы она становилась лучше, и нам нужно понять, что они хотели сказать, чтобы сделать ее лучше. Следующие два пункта у нас, опять же, минимальные навыки, они идут немножко в противовес друг к другу, это воображение и математика. Вот почему, как бы, я поставил знаки вопросика, я, как я говорил, да, вот балансеры, не каждый хочет сниться балансером, потому что, в принципе, это не такая креативная часть, но для нас это значит, что если мы не обладаем сильным воображением, да, не хотим его развивать, но у нас очень хорошая математика, мы любим игры, я их называю игры для математиков, да, в которых баланс четко рассчитан, по часам, грубо говоря, да, вся прогрессия на несколько месяцев, то мы все равно можем зайти в геймдев, обладая вот этим математическим складом ума. И с другой стороны, если мы, как бы, ну, вообще у нас не идет математика, но мы любим придумывать миры, любим придумывать механики, даже сюжеты, персонажи, то почему для нас должен быть путь в геймдев закрыт, если мы, как бы, ну, немножко не дружим с математикой. Вот, то есть, как бы, геймдев, в принципе, геймдизайн, да, он дает возможность для входа в индустрию и тем, и другим. Вот, этим геймдизайн, как бы, мне очень не нравится, что у вас есть возможность, не имея каких-то навыков, все равно, как бы, проявить свои сильные стороны. Вот, и далее у нас идет любовь к играм, это обязательно, то есть, как можно делать игры, если вы их не будете любить, да, то есть, как можно делать игры, если мы не можем поиграть другие игры, набраться референсов, да, от чего-то оттолкнуться, чем-то вдохновиться, и как мы потом будем играть свою игру, если мы, как бы, не любим вообще играть. Вот, то есть, как бы, такая сторона медали. И один из важных навыков, понятно, да, что сейчас все на дистанционке, все все равно сидят дома, но нужна именно усидчивость в том плане, что если у нас что-то не получается, когда мы что-то придумываем, нам нужно сесть и разобраться, и если у нас нет определенной усидчивости, да, желания аналитически подойти к задаче какой-то, либо просто расписать все возможные варианты, чтобы выбрать лучший, и если у нас нет этой усидчивости, то, как бы, нам может прийти стуга, и для нас в какой-то степени это будет мучение. Вот, как у писателей говорят, да, что у них есть вот это резистанс, то есть, когда они садятся за чистый лист или садятся писать, они борются вот с этим внутренним, как сказать, противорезистанс, как это по-русски, в общем, не суть, а суть в том, что они борются с собой, пытаются написать что-то лучше, также геймдизайнер постоянно как бы борется с собой и пытается сделать все-таки лучше то, что уже сделано, и поэтому нужна усидчивость, либо написать что-то с нуля, представьте у нас проект, да, какой-нибудь батлер, у нас есть несколько классов персонажей, он говорит забалансить, да, сопротивление, точно, говорят, забалансить вот это, и чтобы что-то это забалансить, нам нужно с чего-то начать, то есть нам нужно сесть, разобраться, раскидать варианты, начать балансить там на единичках, я это называю, то есть базовые числа, потом все это развивать какую-то идею, отдавать на фидбэк, нам отфидбэчили, да, написали отзыв, мы снова сидим, разбираем отзыв, снова переделываем, то есть поэтому нужна усидчивость, то есть, да, превознемогание, точно, точно. Вот, и давайте тогда поговорим, да, вот на большой вопрос я его вижу, я на него обязательно отвечу, давайте тогда проговорим про самое, возможно, важное для вас на данный момент, это точки входа в индустрию, то есть как вообще стать геймдизайнером, имея желание стать геймдизайнером, вот, самое базовое, да, что вам понадобится, это немного удачи, вы поймете, я буду рассказывать, когда вы поймете, почему это удача, открытость, чтобы, как бы, не стесняться стучаться в двери, вы опять же поймете, когда мы будем перечислять определенные как бы варианты, и желание последовательно работать над своей мечтой, потому что, вот, допустим, сегодня я хочу стать геймдизайнером, меня допамин, повел в одну сторону, а послезавтра я хочу стать музыкантом, там, или сценаристом, или баскетболистом, неважно, то есть, если у вас нет вот этого желания постоянно работать именно над этой мечтой, то, возможно, как бы ничего не получится, потому что в геймдизайне все довольно-таки быстро меняется, но если вы набрали вот этот багаж знаний, загрузили свой мозг, то все разложится по полочкам, и новая информация уже будет, как бы, лучше обрабатываться, поэтому нужно постоянно над этим работать, каждый день что-то делать для геймдизайна. Вот, ну, почему я говорил про немного удачи открытости, вы сейчас поймете, когда я буду... Да, LinkedIn заблокирован в России, это правда, но я про него тоже детально сейчас расскажу. Собственно, точки входа, да, вы можете быть в какой-то игре топ-игроком. Что я подразумеваю? Вот, допустим, я зашел через топ-игрока. Суть в том, что если в игре есть какие-то лидерборды, да, вообще какая-то социальная, какие-то социальные взаимодействия, то, скорее всего, в этих топах сидят люди, которые в этой игре разбираются лучше, чем геймдизайнеры. И почему я говорю, что лучше? Потому что очень часто в компаниях проходят какие-то ротации, кого-то перекидывают там с одного проекта на другой, и получается так, что игроки становятся вот этим самым источником истины, да, понимания проекта. И поэтому бывает так, что некоторые компании собирают своеобразный NDA плеер-групп, вот как я написал здесь, NDA. NDA значит non-disclosure agreement, то есть соглашение, а не разглашение. И эти игроки, они получают первыми доступ к каким-то новым фичам, к новым обновлениям. И очень часто бывает, что эти игроки показывают такое знание игры, что невольно продакт-менеджер или продакт-менеджер, или даже лид-геймдизайнер задумывается, что неплохо было бы иметь такого игрока у себя в компании, чтобы он и с другими игроками общался, потому что он понимает, о чем речь идет. И нам помогал делать выводы, которые у нас уже в компании, как знания, потеряны. Потому что понятно, что в геймдизайне очень важно делать документацию, все вот эти ГДД документы и так далее, но все равно некоторое понимание проекта невозможно выразить через документацию. И вот тут на помощь как раз приходит вот этот NDA плеер, который очень хорошо разбирается в проекте, очень хочет над ним работать, потому что он любит эту игру и нет вообще никаких преград, чтобы его не нанять. Вот если бы у меня был выбор нанять джуниора какого-то, который играл вообще в игру другого жанра, но он просто хочет геймдев и NDA плеера, который обожает именно этот проект и возможно он на нем и останется единственным, когда всю команду размажут под другим проектом. Я бы выбрал NDA плеера. То есть по сути это точка входа через топ игрока либо NDA плеера, то есть человек, который разбирается в продукте по сути лучше, чем геймдизайнера. И еще вот у нас есть такой вариант входа в индустрию, который я наблюдал. это консультант. То есть если мы делаем допустим игру про поезда, вот есть пример, игра называется Train Station. Если мы делаем игру про поезда и мы добавили все поезда, которые мы смогли найти в какой-то инструкции, ну не инструкции, ладно, в какой-то книжке через Google или в каком-то списке на Википедии. И нам нужен человек, который будет добавлять новые поезда, то есть он будет понимать, что такой-то поезд мог существовать в таком-то году в такой-то стране. И почему этот консультант нужен? Потому что мы уже сформировали себе аудиторию в игре, которая в поездах разбирается, и это, по сути, фанаты поездов. Если мы только продаем поезда в игре, по сути, никаких других механик, да, ну ладно, можно его отправить на заработки, чтобы заработать еще на поездах. По сути, у нас больше нет механик, кроме монетизирующих механик, кроме коллекционирования поездов. Нам нужен консультант, который впоследствии станет геймдизайнером или просто какой-то рабочей единицей в компании, который будет разбираться в поездах. Я думаю, такой же случай был в World of Tanks, когда они добавляли танки. Я слышал, они тоже какого-то консультанта отдельного нанимали. Цель в том, что если вы в чем-то сильно разбираетесь, у вас какая-то страсть есть, не стесняйтесь себе в этом признаться, ищите игру, возможно, жанр, в который вы можете зайти как геймдизайнер, просто разбираясь в теме. Это опять же очень важно показать в резюме, что вот я разбираюсь в этой теме, я обожаю эту игру, потому-то, 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 вот такой-то у меня опыт. И на интервью уже все будет понятно. То есть главное не бояться использовать свои знания и свою страсть к чему-то именно в играх. Вот, дальше у нас точка входа более такая простая, что ли, то есть вам не надо гриндить какую-то игру, быть в ней лучшим, либо там попасть в какую-то секретную группу, которые тестят эту игру. Вот, это комьюнити-менеджеры. Очень часто бывает, что компания, сейчас она называется не только комьюнити-менеджеры, иногда еще PX-специалист, то есть Player Experience, именно не User Experience, а Player Experience, как он взаимодействует со всем продуктом, то есть игра и все, что ее окружает, это PX-специалист. Вот, либо просто комьюнити-менеджер. Получается, что изначально должность этого человека общаться с комьюнити, опять же, вот у комьюнити, у саппорта, у них в принципе примерно один и тот же фронт работы, да, если саппорт-менеджер рассказывает, как починить игру или компенсирует что-то, либо просто как бы дает советы, да. В комьюнити-менеджер уже работает со всей этой массой игроков, возможно, там проводят какие-то комьюнити-ивенты, либо отвечают за то, как вообще люди через форумы, через игровой сайт воспринимают продукт. Вот, и комьюнити-менеджер, у них обычный бэкграунд никакой не требуется, кроме возможности общаться с игроками и понимать, опять же, игру, либо иметь как бы возможность эту игру изучить. Вот, и получается, что комьюнити-менеджер и вот саппорт-специалист — это два таких довольно-таки несложных способа войти в индустрию. Раньше, когда удаленка была как бы не так распространена, искали просто среди друзей, среди знакомых, которые разбираются в играх. И вот тут вот у нас появляется вот этот пункт «немного удачи и открытости». То есть нам важно, чтобы люди, которые нас окружают, помогали нам в осуществлении нашей мечты в какой-то степени, да, то есть единомышленники своеобразные. И когда появится какая-то возможность, в которой вы подойдете, да, как специалист или просто знаток, или просто человек, у которого есть какая-то страсть к играм, то обязательно вспомнят про вас. Поэтому как бы надо не бояться быть открытым и искать вот эти точки входа, да, допустим, у вас есть какой-то знакомый, знакомый, который работает в игровой компании, не постесняйтесь, то есть будьте открыты с ним познакомиться, сказать, я вот мечтаю в игровую индустрию, а если у вас там что-то будет, типа напиши мне или скинь хотя бы вакансию, потому что я как бы не в силах мониторить все, вот типа такого, то есть очень часто такой способ работает, а главное не стесняться заявить, что вот я хочу работать в играх и я не боюсь там один-два года поработать и на другой должности, допустим, на комьюнити или на саппорте или на специалист контроля качества, чтобы потом в конечном счете стать там геймдизайнером или кем-то даже выше геймдизайнера. Вот, опять же, да, говорят, спрашивают, сколько лет может потребоваться, все зависит от компании, да, вот через топ игрока, консультанты, и NDA-плеера это чистая удача, я считаю, в какой-то степени, да, удача и упорный труд, любовь к какой-то игре, все свое свободное время потраченное на что-то, вот, чтобы именно стать после этого геймдизайнером. комьюнити менеджеры, саппорт-специалисты, если они обозначивают в компании, в компании, в которой поддерживают рост людей именно в должностях и, в принципе, да, личностный рост, то, скорее всего, такая компания поддержит ваше желание стать геймдизом после того, как вы отработали в комьюнити, в саппорте, и, опять же, разбираетесь уже в игре, скорее всего, на этот же проект вас и поставят для начала. То есть, нужно понимать, что потребуется какое-то время, понятно, что если я вот сегодня пришел, через месяц я уже не стану геймдизом. Если вдруг что-то внезапное не произойдет, да, в компании там уволились все геймдизайнеры за басковку геймдизайнеров, и вот нам нужен человек, который разбирается в проекте, вот. Такое, конечно, может быть, но это как бы очень большая удача, но в целом один-два года, иногда два, за два обычно как бы точно уже человек из комьюнити и саппорта, и следующего, кстати, варианта специалиста контроля качества поднимается до геймдизайнера. Главное, опять же, не бояться быть в своих желаниях, не бояться им рассказывать о своих желаниях, к тому же HR-специалист, если вы уже работаете в компании. Вот, но я уже рассказал, в принципе, специалист контроля качества или как в простонародье его называют, тестером, очень не любят, когда я так говорю, про то, что как бы это способ зайти в геймдизайн, потому что это отдельная у них сфера, QA-специалисты, контроль качества, у них есть свои лиды, своя какая-то рабочая философия, но я очень часто видел, когда человек начинает с QA, Quality Assurance, то есть тестер, специалист контроля качества, и переходит либо в геймдизайн, либо если у него есть наклонность, он становится программистом, то есть одно из двух. Редко, когда QA-специалист уходит в художники, то есть это прям совсем уже поворот такой. Поэтому как бы не надо бояться, просто говорить, что вот я хочу стать геймдизайнером. Понятно, что когда вы нанимаетесь на вот эти вот должности, комитет специалист, саппорт специалист, все из контроля качества, не надо говорить, что я поработаю годик и хочу стать геймдизайнером, потому что в основном компании ищут людей, вообще это даже касается специализации геймдизайна, которые могут годами заполнять эту позицию, и они не будут больше проходить через головную боль найма нового сотрудника. Но если вы покажете успех уже после того, как вы прошли там испыталку, отработали, вы спокойно сможете стать геймдизайнером. Главное как бы не напортачить в самом начале. То есть главное сказать, вот я хочу в геймдев, я готов там работать комьюнити специалистом или саппорт менеджером, мне это интересно. Понятно, что зарплата вот этих специалистов ниже, чем у геймдизайнеров или программистов, но как бы вот такая точка входа. То есть по-другому как бы через небольшие мучения не получится ничего. Вот. Дальше более такие интересные варианты. Называется Zero Level Internship, то есть это практика с нулевым уровнем опыта. То есть допустим вот в компании Next Games, где я работаю, в Playrix такое было, на сайте или там где у них вакансия объявляют набор, что вот мы хотим набрать на практику, иногда оплачиваем, но зависит от порядочности компании, иногда оплачиваем, иногда не оплачиваем. Мы хотим взять вот таких-то людей на такие-то должности, допустим, Zero Level геймдизайнер, который станет джуниором, джуниор геймдизайнером потом. И они готовы полгода потратить в этой академии, изучить весь продукт, в принципе все игры, все продукты, которые у компании есть, изучить технологию, если она как-то отличается, если это не Unity, а, допустим, какой-то свой движок, либо изучить, допустим, как работают их вот эти бэкэнд-борды и тому подобное. И зачем компания это делает? Потому что если мы берем на Zero Level internship людей, которые либо решили поменять свои жизни, что-то и поменять карьеру, либо это люди, которые пришли после универа и просто хотят геймдев, можно увидеть, насколько эти люди горят вот этим желанием работать в этой компании, что они уже идут на какую-то жертву, работая там либо за очень маленькую оплату, либо бесплатно иногда получается. И компания получает после вот этих шести месяцев человека, который уже разбирается, как работает компания в их иерархии, в их продукте, и они готовы принимать решение, кого нанять, а кого не нанять. То есть надо, если вас интересуют какие-то конкретные студии или жанры, просто на их сайтах, на сайтах компании мониторьте наличие вот этих практик. У Playrix такое было на Level дизайнеров, когда их не хватало. Такое вот у нас было в Next Games, такое было в Rovio, такое было даже в Supercell. И фишка в том, что, допустим, если я работаю уже на какой-то устоявшейся должности, даже если я очень хочу в Supercell, я со своей должности, допустим, Lead GD, я не пойду к ним на практику, потому что я, по сути, ломаю свою карьерную вот эту, как сказать, не лестницу, я работал на повышение, потом бах, я ушел на интерншип. Поэтому в основном они ожидают людей с нулевым опытом, которые обучаемы и хотят обучаться. Такое тоже бывает. Поэтому надо мониторить и не бояться писать заявки. Бывает так, что это можно совместить с основной работой, но как бы но не всегда. То есть в принципе надо искать. Далее у нас идет уже такое более обоснованный способ входа в игровую индустрию. Раньше до наверное первого принципиерсии точно не было ни одного университета, который учил геймдизайн. То есть в принципе не было профессии в медиа такой сформулированной мнения профессии и обязанностях того, кто работает геймдизайнерами. И не было никакого образования. То есть по сути, как я говорю, брали городских сумасшедших людей либо людей с очень сильной страстью к какому-то определенному продукту или жанру и так далее, либо вообще просто математику на балансеров. И получилось так, что со временем первые, по-моему, были в Канаде и во Франции появились бакалавры на геймдизайн. И очень быстро стало это развиваться, разбегаться. Допустим, в Финляндии есть бакалавр практически в каждом, по-моему, университете прикладных наук уже теперь есть геймдизайн. и как бы фишка в том, что если это сложившийся как бы не отсек, а сложившийся кусок индустрии, скажем грубо, кусок индустрии, часть индустрии, то получается, что для этой индустрии нужны специалисты. И индустрия развивается, и все видят, что все больше денег в индустрии, все больше в новостях. Майкрософт купила Blizzard. То есть люди понимают, что это что-то реальное, это не просто какой-то художник креативным порывом что-то создал и получился дум. Это именно уже сложившаяся индустрия со сложившейся иерархией, и для этой индустрии нужны специалисты. В России, когда я преподавал в Государственном техническом университете, я хотел сделать как минимум курс по гейм-дизайну, но я столкнулся с тем, что мне нужно было заполнить кучу, как они называются, я уже забыл, в общем, создать очень детальное описание всего, расписание всего на свете, утвердить это у того-то, 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 прежде чем в городе, который не является столицей, сделать что-то, придется все это посылать в Москву, опять же, утверждать, и в итоге получилось так, что в Европе бакалавр и мастер на гейм-дизайн давно есть, а в России с этим проблемы, ну и в принципе в странах СНГ, и получается, что тут появляются онлайн-школы, которые закрывают эту брешь и дают как раз вот эти профессии, и это вообще замечательно, получается, как бы индустрия сама себя компенсировала и создала как бы вот этот отсек, который учит специалистов для этой индустрии, то есть вообще я считаю это прекрасно, поэтому как бы если вам хочется войти в индустрию, то либо если вы где-то в Европе или даже в Канаде, США идите на бакалавра, понятно, что 4 года там не стоит так много всего, столько времени тратить, чтобы все это изучить, но как бы у вас уже будет профессиональная какая-то этика и понимание вообще индустрии и очень часто бывает, допустим, когда о, в Республике Беларусь есть специальность геймдизайнера, это здорово, вот, и получается, что, допустим, ко мне приходят два резюме, одно какого-то парня, который просто захотел стать геймдизайнером, то есть с нуля, и другое резюме человека, который в университете сделал несколько проектов, потому что университет его заставлял, да, то есть у него уже есть вот эта этика, он уже может высидеть, выработать все это, у него есть какое-то уже портфолио, он участвовал в геймдземах, и он, в принципе, уже мыслит, да, как геймдизайнер, либо человек, которым я должен, то есть на другой чаше весов, да, у меня человек, который должен убеждать, как работает его там мозг, почему там он ненавидит фэритоплей, или наоборот, там, обожает фэритоплей, почему он должен как бы тратить время, чтобы убеждать, когда у меня уже есть практически готовый специалист, то есть поэтому я считаю, как бы это преимуществом по сравнению с тем, у кого как бы нет ни дебри, ни как бы диплома, или даже пройденная онлайн-школа. Вот, и про LinkedIn, почему как бы я советую завести LinkedIn, вот мне пишут, что он заблокирован в России, но я когда был в России, я просто расширение на браузер поставил, называется Anonymox на Chrome, и по-моему оно до сих пор работает и как бы спокойно заходит в LinkedIn, но это опять же временная как бы проблема, которая, я надеюсь, будет решена, просто LinkedIn забанили, потому что они не хотят размещать свои сервера в России, то есть, ну, часть серверов, поэтому как бы им запретили, но я думаю, эта проблема со временем решится, и это не должно нас останавливать, да, то есть мы можем через Anonymox, через VPN, зайти на LinkedIn, зарегистрироваться, то есть, кто не знает, что такое LinkedIn, LinkedIn это своеобразная социальная сеть, да, как Facebook или там ВКонтакте, но для работников IT-индустрии, и получается так, что создавая свой профиль, вы можете, да, сходили на Game Jam, отметили, вот я сделал какой-то проект в какой-то команде, или я вот открыт к работе, я вот разбираюсь в этом, в этом, я такой-то там специалист в какой-то сфере, если будете документировать все свои успехи, провисите там определенное время, да, показывая какую-то активность, не обязательно там что-то пульсить, главное, как бы, держать свой профиль актуальным, на LinkedIn прям стадами бегают рекрутеры, то есть очень часто в компании дефицит сотрудников, дефицит специалистов разных определенных жанров, допустим, вот рекрутер работает на компанию MediaTonic, да, часть этих компаний, это компания, которая делала Full Guys, вот, и она просто прочесывает людей, которые готовы делать что-то похожее, то есть людей заинтересованных, и очень часто у них есть как бы такая фаза называется скрининг, когда они как бы просто подбирают кандидатов, проверяют, и очень легко этот скрининг пройти, и суть в том, что если вы на LinkedIn не существуете, они обязательно вас найдут, и начнется какое-то общение, вы проявите вот это, немного удачи, немного открытости, пройдете несколько интервью чисто для теста, и вы уже будете знать, что от вас ожидают, и в какую сторону качаться, то есть понятно, что иметь профиль на HeadHunter это тоже круто, но как бы я считаю, что нужно находиться там, где ваши единомышленники, и там, где люди, которые могут как бы вас заметить, поэтому обязательно, если есть возможность, обойдите ограничения, поставьте VPN, который разрешен, зарегистрируйтесь, и проявляйте, то есть активность, документируйте свои успехи, допустим, я участвовал в Game Jam, я в таком-то проекте участвовал, у меня вот какие-то там сертификаты, все это важно, и все это со временем вам окупится, то есть вы не стесняетесь проявлять активность, и рекрутера вас обязательно найду, я вам говорю, там реально, у меня, наверное, из 400 человек, с которыми я подружился, там человек 150 точно рекрутеров, то есть им нужны кадры, и многим из них платят просто за то, что они найдут нужного человека, у многих из них зарплата зависит от того, что они кого-то найдут, поэтому просто дайте им себя найти, вот и все, то есть как бы вот такой мой совет, поэтому я топлю за LinkedIn, ну, пока он работает, пока он существует, так, и карьерные перспективы, я уже, наверное, вам немножко надоел, но я скоро закончу, вот, пишите, кто, поставьте плюсики, если кто-то уже зарегистрирован на LinkedIn и уже атакован рекрутерами, либо кто, если кто-то не хочет принципиально, напишите, почему, может мы обсудим, может есть другие способы, вот, давайте о карьерных перспективах, то есть представим ситуацию, что мы уже гейм-дизайнеры, да, то есть вы уже работаете гейм-дизайнером, и вам нужно куда-то развиваться, то есть моя задача здесь рассказать вам, что есть куда развиваться, и как бы это не тупиковый вид развития, и по зарплате тоже, это не тупиковый вид развития, развитие, и про зарплату, кстати, я обычно говорю, что если человек думает только о зарплате, идя в гейм-дизайн, то он как бы не туда идет, потому что как бы мотивировать себя зарплатой, понятно, что это, что нужно иметь хорошую зарплату, но когда ваша мотивация идет только от денег, то возможно как бы вы делаете не совсем то, что ваше сердце требует, понятно, что да, не всегда своими желаниями оплатишь свои счета, но в случае с гейм-дизайном как раз гейм-дизайн оплатит вам счета, если вы к нему относитесь с любовью, то есть исторически доказано. Ну давайте поговорим про развитие, про то, кем вообще вы можете стать, если вы уже стали гейм-дизайнером или работаете гейм-дизайнером. Вот я говорю иногда, что зависит от наклонности и желаний, и есть еще такой момент, развитие через слабые или сильные стороны, вот почему я говорю через слабые, допустим, я гейм-дизайнерил там пять лет, я уже там все продукты компании знаю, сделал кучу механик, мне уже просто как бы надоело делать одно и то же. И получается тут развитие идет с слабой стороны, потому что я вроде силен во всем этом, но я хочу идти куда-то туда, где я не разбираюсь сильно в чем-то. Допустим, лидерство, и я хочу попробовать себя в лидерстве, чтобы свою вот эту слабую сторону развить, потому что все остальное знаю, и я просто смогу давать ценные советы, помогать другим гейм-дизайнерам, поэтому как бы это развитие своеобразно через слабую сторону, то есть мы хотим попробовать себя в чем-то, в чем мы не сильны, но то, в чем мы сильны, поможет нам подняться немножко повыше. Вот, и как раз вот случай именно с лидерством, это лид-гейм-дизайнер, то есть два-три года это обычно сколько требуется именно вот когда вы уже не джуниор, а именно гейм-дизайнер, чтобы стать лид-гейм-дизайнером. Понятно, что это варьируется, да, от компании к компании, может быть какая-то компания, где всего один продукт, и там на своем стуле прям супер твердо сидит вот этот лид-гейм-дизайнер, его никуда не сдвинуть, то тогда, естественно, как бы нет шансов уже развиться куда-то. Возможно, если вы хотите подниматься, быть лид-гейм-дизайнером, если у вас есть прям такая страсть именно лидовать, то скорее всего придется менять компанию, плюс как бы обычно говорят, чем чаще меняешь компанию, тем выше твоя зарплатка в конечном счете, ну, тоже такой стереотип есть. Вот, но не суть, мы сейчас не про смены компании, суть в том, что если компания неадекватная, поддерживает рост сотрудников компании, у нее есть несколько проектов, то есть не один проект, на котором все там клещами сидят то скорее всего такая компания с адекватным как бы лидерством вам позволит стать лид-гейм-дизайнером, либо как минимум попробовать, либо, опять же, если это компания, в которой не так много сотрудников, просто ключевые люди ушли по той или иной причине, вы сможете стать лид-гейм-дизайнером, просто потому, что вы разбираетесь в проекте. Вот, дальше у нас фичер-дизайнер, тут немножко попроще, тут после того, как вы отработали джуниором, стали там просто гейм-дизайнером или медлом, ваша задача просто показать интерес в определенных фичах, и это скорее даже не рост, а просто развитие в какую-то специализацию. Обычно требуется там один-два года, чтобы вот этот человек разбирается в кланах, он уже там полтора года пилит там на том, и на том, и на том проекте, и он знает, как эта фича развивается. То есть, почему я про это упомянул как карьерную перспективу, потому что если это что-то востребованное в других компаниях, то скорее всего за этим следует именно рост в плане вашей ценности для компании, либо для индустрии в целом, и опять же, рост там в зарплате, если там есть какой-то условный рост. Просто как бы фичер-дизайнеры, они обычно как бы крутые, и все спрашивают их мнение по тому, как сделать ту или иную фичу, в которой они разбираются. Поэтому как бы это своеобразный рост. Проджект-менеджер или иногда говорят продакт-менеджер зависит как бы от того, чем он занимается в определенных нюансах. Если продакт рулит тем, как вообще работает проект, как в нем взаимодействуют разные люди разных должностей, то продакт он больше разбирается в том, как именно сам продукт работает, то есть что окружает этот продукт, что нужно для того, чтобы продукт продолжал работать и развиваться. Обычно требуется от 3 до 5 лет в зависимости от, опять же, я, наверное, не буду это повторять, в зависимости от компании, бла-бла-бла. Обычно такой рост существует. бывает, что, да, из лид-программистов хороший продакт-менеджер или продакт-менеджер, но в основном до этой должности именно идут гейм-дизайнеры, потому что гейм-дизайнеры являются своеобразным связующим звеном, они должны понимать весь продукт, должны понимать аналитику вокруг него, как взаимодействовать с другими отделами и так далее. То есть если вы посидели на лид-гейм-дизайнере и вы уже по сути много общаетесь с продакт-менеджером, он постоянно куда-то там отваливается из-за каких-то встреч, созвонов и так далее, вам приходится занимать вот эту его нишу, вы по сути ему очень быстро станете, если как бы не боитесь принимать ответственность, потому что ответственности здесь как бы немножко больше. Вот, далее у нас идет продукт-тоунер. Продакт-тоунер это по сути человек, который отвечает за то, как работает весь продукт. Он общается, если есть какие-то владельцы IP, допустим, там, Дисней, Марвел, это одно и то же теперь, Дисней, либо там Warner Brothers, владеет каким-то IP, допустим, там, IP на Бэтмена, на Лигу Справедливости, либо в нашем случае, да, это IP на Ходячих Мертвецов, либо там странные дела. Продакт-тоунер общается с ними, продакт-тоунер строит общую стратегию, то есть он делает роудмап, то, как будет развиваться продукт, чего в нем не хватает, плюс он как бы плотно общается с продюсером, который отвечает, должен отвечать за то, как все это будет исполнено. Очень ответственная роль, и бывает, как бы, если что-то пошло не так, во всем виноват продакт-тоунер, то есть именно внутри компании, не снаружи, поэтому как бы уже когда вы будете уверены, какие фичи нужны для чего, на что они влияют, как работает проект, какие в нем там ключевые персоны, какие в нем ключевые моменты, сколько он должен зарабатывать, сколько он может зарабатывать, как сделать маркетинговую компанию, кто занимается маркетингом, неважно, это фри-то-плей или премиум игра, все равно как бы, если в компании есть эта должность, то вот этот человек этим занимается, вот, обычно, ну, как я говорю, да, 3-5 лет, но бывает это растягивается, в зависимости от компании, а бывает очень быстро, я видел случай, когда человек из комьюнити стал продакт-тоунером, и я очень удивлен, но видно, что ему не хватало определенных скиллов, точнее, ей, но со временем она это все нагнала, и просто как бы получилась такая ситуация, что вот есть такая должность, вот вроде человек выглядит подходящим, никого больше нет, никто больше не хочет, бывает так, что и программисты, все интроверты, никто не хочет брать ответственность и вообще разговаривать на вот этих встречах, созвонах, делать какие-то отсчеты именно такие более-менее публичные на всю компанию, и находится человек, который готов принимать ответственность, иногда он не понимает даже, что это за ответственность, но он хочет, то есть, и как бы он на эту должность попадает. Вот, с креативным директором все очень сложно, мне кажется, у многого количества геймдизайнеров конечная цель это стать креативным директором, я очень часто видел, как креативным директором становились арт-директора, но как бы если есть компания, да, и в компании в этой много человек, то, скорее всего, путь на эту должность будет очень тернист, и возможно, пока вы на эту должность идете, компанию уже кому-то продадут, и там появится какой-то свой креативный директор, потому что эта должность, она приближена к C-левелу, то есть C-левел фоу, то есть вот такие вот люди, и под ними уже креативный директор. Либо бывает так, что компания маленькая, в ней есть эта должность, но креативный директор занимается тем, чем занимался бы лид геймдизайнер, то есть и вот этот креативный директоршип, которым он владеет, он по сути в индустрии ничего не значит, то есть если он захочет перейти в условный там Ubisoft или Square Enix, его не возьмут просто потому, что у него не хватает экспертизы. Вот, поэтому как бы бывает либо очень много лет требуется, либо очень такой тернистый путь, либо вообще на эту должность ставят людей, которые по-другому себя проявляют и переходят там изо рта. Вот, очень часто бывает так, что когда ваш профиль на LinkedIn и опыт рабочий набрал какой-то вес там 5-7 лет, начинают приходить вот как раз предложения от стартапов, которые будут заниматься игрой в том же жанре, который вы лидовали до этого, потому что у вас есть уже видение, у вас есть опыт создания такого продукта и скорее всего такой компанией владеет какой-то как он называет инвестор angel, то есть человек, который готов вкладывать деньги но у него нет экспертизы и он готов эту экспертизу привлечь, поэтому он раскидывается титулами, ну и называют титулы, титулы, вот, поэтому такая возможность существует, но не всегда как бы в индустрии креативный директор какой-нибудь небольшой студии или небольшой игры имеет какой-то вес, то есть все зависит от продукта, бывает так, что выстреливает и бах, вы креативный директор высокого уровня, просто потому, что вы смогли сделать суперкрутой продукт. Далее у нас идет геймдиректор, геймдиректор это человек, который был элит геймдизайнером, захотел остаться в дизайне, то есть не захотел становиться ни продакт-тоунером, ни проджект-менеджером, и по сути он заведует геймдизайном всей студии, то есть он отвечает за развитие других геймдизайнеров, за развитие лидов, он общается с лидами насчет того, как должны быть реализованы фичи, и это такая отдельно стоящая должность, скорее должность по дисциплине, то есть он заведует дисциплиной, геймдизайн, и он геймдиректор, либо если это премиум продукт, допустим, я не знаю, условное там Death Stranding или последние стражи галактики, геймдиректор это по сути человек, который является режиссером игры, то есть если в фильмах фильмдиректор это режиссер, то геймдиректор это главный человек по игре, получается, что если креативный директор это креативный директор всей студии, обычно так бывает, то геймдиректор либо определенного премиум тайтла, либо всей студии, потому что он отвечает за весь геймдизайн студии, то есть в зависимости от модели распространения игры. Вот, продюсер, креативный продюсер, ну, 3-5 лет, я, наверное, сейчас задумался, это зависит от большой удачи, но, в принципе, можно стать и продюсером, и креативным продюсером, проблема тут в том, что в разных странах, даже в разных частях индустрии, эта должность воспринимается по-разному. То есть кто-то считает, что продюсер отвечает за то, какое наполнение, то есть это, по сути, смешение такого креативного директора и гейм-директора и продукт-оунера, а в других компаниях считают, что продюсер – это тот, кто продюсирует процесс, то есть он отвечает за процесс. По сути, он очень близок к проджект-менеджеру, но он именно работает над тем, чтобы все было сделано в конечном счете. Ну, и креативный продюсер работает над тем, чтобы была готова креативная часть, да, была разработана, он все фидбэчит, он помогает, как бы, процесс этот двигать вперед, и, как бы, на эту должность при определенной удаче, можно через 3-5 лет заскочить, может растянуться до 7 лет, в зависимости, опять же, от компании. И последний, я написал просто маркетинг-специалист, это может быть, в принципе, специалист любой направленности, может быть, это user acquisition специалист, то есть специалист, который привлекает трафик, то есть покупает трафик, может быть, даже такой случай, что человек из гейм-дизайна ушел в программисты или в арт. То есть очень часто бывает, что если вы в компании закрепились, и не лежит у вас душа к определенному роду задач, и у вас есть какие-то там другие наклонности, то может быть так, что компания поддержит ваш этот рост, точнее, даже не рост, а смену направленности, и я, допустим, видел случай, когда человек пришел на QA, то есть тестером, поработал тестером, и изначально он хотел стать программистом. Он поработал полгода программистом на проекте, потом на этом же проекте он изъявил желание стать гейм-дизайнером, то есть и он пришел под мое крыло джуниор гейм-дизайнером, и он уже, с другой стороны, как бы делал проект, ему стало интереснее. То есть все зависит от желания, усидчивости, направленности, опыта и тому подобное. То есть, в принципе, можно, разобравшись в том, как работает вообще индустрия, за 2-3 года поменять свой вектор развития, и как бы в этом нет ничего плохого. Вот, как-то так, про карьерные перспективы, да, рассказал. Можете даже написать, мне было бы интересно, вот, если бы вы стали гейм-дизайнером, какую бы вы должность иметили, чтобы стать в будущем? Просто интересно, то есть вот это заложенное желание, которое у вас есть. Ну, давайте я расскажу вкратце, постараюсь вкратце. А с чего начать? Очень часто я видел такое, что у человека есть уникальная идея, которую он никому не рассказывает. То есть он хочет стать гейм-дизайнером, он мечтает стать гейм-дизайнером, у него есть идеи, но он ее боится рассказывать. И получается так, что очень часто человек вот эту идею в себе держит, ничего не делает для ее реализации, не делает прототип и тому подобное, и эта идея в конечном счете в нем умирает, и он как бы просто продолжает работать там, где он работал или заниматься тем, с чем он занимался. Вот, суть в чем, не надо бояться своей идеи, даже если вам кажется, что это выигрышная идея, можно заработать там, я не знаю, миллионы, а не надо бояться своей идеей делиться. Понятно, что есть какие-то компании, у которых недостаток идей, и по ним видно, что они прям высасывают эти идеи из инфопространства, но в основном как бы в компании есть какой-то себе вектор развития, либо уже есть какой-то заложенный набор прототипов, они уже над чем-то работают, и у них просто нет денег, чтобы реализовать вашу идею. То есть, если у вас нет прототипа, просто какая-то идея, выраженная словами, она, в принципе, никому ни вреда, ни пользы не нанесет. То есть, не надо держать ее в себе, и как бы вот это желание, оно может даже в какой-то степени отравлять, что вот у меня есть идея, но я не поделюсь, делать игру там по определенному жанру, которую никто никогда не делал. То есть, действие, которое я советую вам предпринять, это начать делать прототип, и вы можете пойти по пути как раз инди-разработчика или даже инди-дизайнера, если вы найдете единомышленников, которые будут делать кодовую базу, или делать это в Unity, в Unreal. Начните делать прототип, и вы сразу поймете, является ли ваша идея такой гениальной, как она казалась вот здесь. То есть, очень часто бывает, что в голове до того, как идея выражена, она просто колоссальная, гениальная. Вот, начните делать прототип, и поймете, либо она слишком масштабная, и просто нет технологии, которая может ее потянуть. Поэтому, как бы, знаете, глупо предлагать в комментариях, там, Ubisoft, Square Enix, EA Games, CD Projekt Red, какую-то идею, просто потому что она там супер-трипал-А, и они как бы сразу ее у вас украдут, и возьмутся как бы ее делать. Поэтому не бойтесь работать над идеей. То есть, начинайте, не бойтесь чистого листа, и просто начинайте писать, разрабатывать. Найдите инструментарий, который вам поможет даже эту базовую идею разложить. Вот. И перехожу к этому пункту, да, делать проект одному. Это ошибка или преимущество? С одной стороны, как бы, если вы этот проект делаете один, и он никуда не идет, вы ни с кем не делитесь, то это в какой-то степени ошибка. То есть, возможно, это что-то реально крутое, что индустрию там пошатнет, и вы по каким-то причинам это не показываете. Просто ждете, шлифуете. У вас вот этот внутренний перфекционист мешает вам эту идею отпустить, и дать ей развиваться вместе с комьюнити и так далее. Вот. Это такой, знаете, ошибочный вектор. А когда это может быть преимуществом, это когда вы уже куда-то устраиваясь, либо продолжая работать над одной идеей, вы заявляете себе, набираетесь какого-то опыта, методом проб и ошибок узнаете, как вообще работают игры, как их разрабатывать, делать интересными, и как бы, я не знаю, вот когда приходит, допустим, подают, опять же, да, пример с двумя резюме. Один резюме у человека, который просто имел какой-то игровой опыт, а другое резюме у человека, у которого игровой опыт, он хочет стать геймдизайнером, и у него есть движковый опыт. И, допустим, почему я бы принял решение в сторону того, который имеет опыт с движком? Потому что, если мне нужно сделать какой-то конфиг в игре, если даже он работал на Unreal, а это Unity, в принципе, как бы, он уже разбирается, да, как работает движок. Даже если это самописный движок, там не хватает интерфейса, инструментария, он поймет, да, что такое prefab, куда его прицепить, что такое JSON, какой у него синтаксис, грубо говоря. Этот человек, он обладает уже каким-то прикладным опытом, который можно использовать. И какие-то задачи с программистов, да, допустим, у нас пять геймдизайнеров, которые только в документах все делают и пишут задачи. Это создает нереальную нагрузку на программистов, когда их, как бы, ум мог использоваться для того, чтобы делать фичи лучше, писать код, вместо того, чтобы забивать конфиги, которые там сделаны в Excel. То есть, такой геймдизайнер и разгружает программистов, и, как бы, в принципе, ведет себя увереннее на проекте. Вот. Еще один пункт, с чего стоит начинать, я думаю, вы уже давно начали, то есть, это продолжать играть, играть, играть. Индустрия очень быстро меняется, и иногда видно, что человек играл, да, в игры определенного жанра, когда они были популярны. Потом у него либо не было там устройства, либо он просто занимался чем-то другим. И видно, как его игровой опыт и понимание индустрии немножечко устарело, там, лет на пять, на шесть. Либо устарело его отношение к играм. То есть, он ждет, что везде будет только премиум тайтлы, что можно ли чуть ли не бесплатно играть в игры, что игровой бизнес – это вообще брег какой-то и так далее. То есть, если вы продолжаете играть и находиться вот в этой инфосфере, понимать, о чем говорит индустрия, то это будет очень сильным преимуществом на интервью, и когда вы там подаете резюме, когда вас скринят. Потому что такой человек будет разговаривать на одном и том же языке с тем, кто его нанимает. Если его нанимает, конечно, студия, в которой делает что-то актуальное. Вот. Далее уже такой более просто как бы набор вдохновения и немножко практических советов – это обязательно найдите себе единомышленников, либо ментора, либо обучение. То есть, я видел несколько случаев, и у меня такой был, как человек стал геймдизайнером просто потому, что он меня доставал. Вот. Он хотел стать геймдизайнером, учился в университете, и он просто в моем лице нашел в себе ментора. И у меня уже дальше сформировалось как бы видение, что можно создать определенную группу студентов в компании, которые мы могли бы обучить геймдизайну просто по вечерам в свое свободное время. И мы бы уже имели готовый кадр, потому что тогда еще удаленка, опять же, не была сильно развита. Мы имели бы готовые кадры, и люди уже приходили бы, понимая наш язык и понимая, чем мы вообще занимаемся. То есть, это был бы уже не чистый лист, а подготовленный человек. Поэтому как бы даже сейчас на дистанционке, наверное, даже проще найти ментора, найти какую-то группу единомышленников, единомышленников и либо начать что-то делать, либо ментор вам подскажет, как развиваться, в какую сторону развиваться, то есть, чего вам не хватает. Возможно, у вас уже есть какой-то проект, но вы его выложили на Google Play или там в Стиме, и он просто не выстрелил, и вы не понимаете, в чем причина. То есть, человек, который разбирается в индустрии, он вам хотя бы покажет, в какую сторону смотреть. То есть, поэтому я считаю, как бы наличие единомышленников и ментора очень важно. Плюс единомышленники – это несколько мозгов, несколько мозгов вместе и решают проблему гораздо продуктивнее, чем один человек, который просто как бы засел в Google и ищет ответ на свой вопрос, ищет на всяких форумах. Плюс есть вопросы, на которые там никто никогда не даст ответа на форуме, потому что как бы он просто передается словами, и это такой common knowledge. То есть, все его знают, но никто не выразил слова. Ищите геймджемы, потому что очень часто бывает, когда проводятся и онлайн геймджемы, и простые геймджемы, именно на физических локациях. Очень часто бывает, что команды собираются прямо в группе, в которой или там на каком-то борде, где команды собираются прямо вот на платформе этого геймджема. То есть, вам не обязательно туда приходить с командой, возможно, вы познакомитесь со своей командой, будущими коллегами, будущими друзьями именно на геймджеме. То есть, просто определитесь с тем, что вот я могу там дизайнить примерно в таких жанрах, я могу вот тут немножко накодить, тут немножко нарисовать. Вот, и эти команды соберутся. Допустим, как организатор геймджема, я бы, опять же, просто посмотрел этот лист и скомпоновал бы людей, чтобы никто не остался в стороне. Поэтому не бойтесь вот этот вызов себе бросить и познакомиться с новыми людьми и посмотреть, как делается игра маленькой командой. Также проводятся митапы, вот вебинары, как этот. Очень много в сети, можно всего найти, с этим связано. Ищите группы, типа там какой-нибудь геймдев, что-нибудь. Обязательно найдется группа, в которой кто-то что-то разрабатывает и, возможно, у него есть такие же проблемы при разработке или при дизайне, как у вас. Ну и клубы, клубы, группы, в принципе, это одно и то же. Вот, и я тут написал такую срочку, типа, легко быть мотивированным, когда все хорошо, но. Все в том, что когда как бы прет, легко искать какие-то пути развития единомышленников и так далее, но бывает так, что кажется, что все плохо и никуда не двигается ни ваша идея, ни ваш поиск работы, если вы хотите там в компанию, а не самостоятельно сделать. Просто продолжайте каждый день делать что-то в этом направлении. Потому что, представьте, да, как писатель пишет книгу, если он писал-писал-писал, потом перестал писать на полгода и потом решил вернуться к этой книге. Ему очень много придется проделать работы, чтобы снова попасть вот в этот тлов, да, состояние потока написания книги. Так же, как и у геймдизайнера, и у программиста. Если вы бросили что-то на полпути, очень придется много времени потратить, чтобы снова поймать этот темп. Поэтому не бросайте темп, прям вот заведите себе там какой-нибудь дейли-календарь и в нем каждый день что-то делайте. Вот сегодня я прочитал такую статью, вот такие-то выводы. Вот я написал там такого-то специалиста интересного, я там хочу с ним пообщаться. Вот такую-то игру отыграл, вот какие-то в ней механики. Книжку прочитал там, допустим, ту про Нинтендо или там консольные войны, вдохновился и так далее. То есть главное продолжать двигаться. И в конечном счете у меня даже есть как бы такая присказка, что если человек на протяжении пяти лет пытался что-то делать, он неизбежно достигнет своеобразного, ну то есть своего рода успеха. То есть не надо останавливаться, если это вам прям интересно. Понятно, если вы поняли, что это как бы не ваше, то фиг с ним. Ну а если это ваше и вы хотите, то как бы продолжайте давить и в конечном счете все получится. То есть я уверен. Еще один пункт, который я обычно говорю как бы всем начинающим, с чего начинать, это впитывать информацию, то есть все, что вы найдете. Да, по геймдизайну не так много книг. Там две-три книги на русском и там книг, ну 10-15 адекватных на английском. Куча статей, куча роликов на ютюбе. То есть впитывайте эту информацию, не бойтесь. Где-то терминология, возможно, будет не такая. Где-то вообще как бы человек, который делает видео, не разбирается в геймдизайне, использует свои термины. Со временем, если вы насыщаете себя этой информацией, она по полочкам неизбежно разложится. То есть вы неизбежно будете понимать, и даже будете понимать, что ага, вот эти люди называют перки вот так, а эти называют перки бафами. Потому-то, потому-то. То есть как бы не бойтесь. И еще один пример. Найдите вдохновляющий пример. Тот же, да, кто любит Хидео Кодзиму, кто любит Маркуса, который делал Майнкрафт, кто там любит Сэма Лейка, который писал, но он, правда, не геймдизайнер, но это не важно, Макса Пейна, кто-то любит того же там Сигеру Мия Мота, кто-то любит создателя Dark Souls. Все они начинали с чего-то. То есть был момент, когда они были, в принципе, похожи на нас, потому что у них не было ни опыта, ни как бы какого-то бэкграунда. Найдите, чем этот человек вдохновлялся, что он изучал, либо просто изучите его путь, и попробуйте пройти по тому же пути. То есть этот пример вас должен вдохновить. Понятно, что вы, возможно, не продадите там свою компанию за биллион, условно, Майкрософту, но до какой-то степени вы разовьетесь и пройдете как бы путь, который станет частью вашего развития. То есть вообще не надо бояться. Просто давите и продолжайте изучать тему. Вот. Как бы это такой мой совет, который... Ну, наверное, ко всему применим. Так. Ну, про курс я попозже расскажу. Давайте почитаем. Про LinkedIn. Да, я говорил, что можно использовать VPN, который разрешенный, потому что... Почему я говорю про разрешенный? Потому что был VPN, назывался TunnelBear, и его, по-моему, вчера или позавчера запретили. Вот. Я сейчас пытаюсь пройти отбор в одну студию на позицию геймдиза монетизации, но почему-то именно на видном геймдизайне не увидел здесь. Поэтому отдельно спрошу, можно ли получить какой-то совет по этому направлению? Может быть набор знаний, который нужно изучить для успешного отбора? В принципе, монетизационный геймдизайнер, он является каким-то ответвлением в геймдизайне, но во многих компаниях он не выделяется в отдельного геймдизайна, потому что все геймдизайнеры в той или иной степени должны мыслить в монетизацию. То есть если мы работаем над free-to-play проектом, которым нужна монетизация, то зачем нам разрабатывать фичи, которые не настроены на монетизацию? То есть есть либо вариант мы работаем над фичами, которые работают на ретеншн, то есть на увеличение срока жизни игрока в игре, либо на социальность, на веральность, но в конечном счете оно все приводит к монетизации. Поэтому монетизация, в принципе, когда появился free-to-play, иногда кажется, что это было совсем недавно, но на самом деле уже больше 10 лет. В принципе, если именно изучать free-to-play дизайн, free-to-play геймдизайн, то вы придете неизбежно к монетизации. Но я посоветую, с чего начать. Изучите аналитические метрики, все метрики, которые служат для понимания монетизации, на всех платформах они одинаково называются, на всех аналитических платформах. Можно даже зайти в Unity Analytics и просто потыкать. Получается, что наша задача, как геймдизайнера, эти метрики забусти, то есть сделать так, чтобы ARPDAO было там условно выше 50 центов. И мы тогда уже знаем, точнее, мы не тогда знаем, а мы как геймдизайнер знаем, что на то, чтобы поднять ARPDAO, мы используем какие-то, такие-то механики. То есть, по сути, монетизационный геймдизайнер, он занимается тем, что он знает, как работает аналитика и знает, какие механики нужны, чтобы эта аналитика показывала хороший результат. То есть, сфокусируйтесь на фичах типа гачи, на фичах типа монетизации прогрессии, не фокусируйтесь на всяких pay-to-wall, потому что их уже нет. Поймите, как монетизируется игра. Допустим, мы можем сравнить премиум игру, и если бы мы из этой премиум игры сделали free-to-play игру, как бы мы ее монетизировали. Плюс, посмотрите другие игры похожего жанра. Допустим, студия, в которой вы подаетесь, в ней наверняка есть какие-то проекты, либо концепция проекта, который на какие-то другие похожие проекты смотрит. Допустим, не знаю, там 4x стратегии. Наша студия, в которой мы нанимаемся, она делает 4x стратегии. Значит, я беру, открываю все игры, качаю все возможные игры, 4x стратегии, ищу и пытаюсь понять, как они монетизируются, как ведет себя платящий игрок в этой игре. То есть, и зная все эти механики, мы уже можем сказать на интервью, вот я знаю, что эта игра монетизируется так-то, 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 потому-то, потому-то. Вот к нам в игру можно это сделать так-то, так-то, но можно что-то изменить, чтобы оно было еще лучше, переняв опыт игры из другого жанра, например. То есть, как бы, надеюсь, я ответил на вопрос, если нет, напишите еще тогда, когда пробежим все остальное, отвечу. Так, вот, фичер или геймдиректор? Ну, геймдиректор, в принципе, это реально, если как бы очень глубоко уйти в геймдизайн, либо стать, как бы, в студии большой уже над каким-то премиум проектом именно главным. Так, тут у нас все работает. То, что в Беларуси есть специальные геймдизайнеры, это очень круто. Это прям шаг вперед, я считаю, потому что вот в России реально сложно, даже в университете, если ты преподаватель, который хочет преподавать геймдизайн, тебе не дают встать, потому что ты должен пройти там несколько кругов пада, прежде чем это случится. Вот, ну давайте тогда...